Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире телеканала Видное ТВ, программа Квартирник. Ну, те любители и те телезрители, которые смотрят мою программу, прекрасно знают, что я приглашаю самых разных артистов, исполнителей. Человек, который сегодня пришел ко мне в гости, наверное, я его знаю, по крайней мере, по временному промежутку достаточно давно, а может быть, даже и дольше, чем всех остальных, кто был у меня сегодня на Квартирнике. Этот человек, мне кажется, у которого не только голос, но и душа поет. Прошу любить и жаловать. Геннадий Чесноков. Добрый вечер. Добрый вечер, Геннадий Иванович. Спасибо, что согласился прийти и поделиться не только своими песнями, но и своими размышлениями по жизни. Вот первое, что хотелось бы тебя спросить. Ты помнишь первую свою песню, которую ты написал, и как это произошло? Ну, первую песню я, наверное, сейчас не вспомню, а как это произошло. У меня нет музыкального образования, это я называю подъездная школа. Вот. И как у нас происходит? Какая-то понравилась песня, которая сгармонировала с той проблемой, которая в душе была. Ты ее изучаешь, запоминаешь и поешь. А бывают в жизни ситуации, когда по каким-то причинам не находишь. Вот душа требует, не находишь. Поэтому пришлось написать собственный текст. Ну, и дальше так и пошло потихонечку. Вот, собственно говоря. Но первую песню я не вспомню. Да? Да. Хорошо. Первую песню свою ты не вспомнишь. А может быть, мы сейчас вспомним первую песню, которую мы сейчас исполним? Ну... И я предлагаю всем нашим телезрителям подключаться к нашему разговору, к нашему эфиру. Телефоны вы видите на своих экранах. И если у вас возникнет вопрос Геннадию Ивановичу, ну, не знаю, задайте вопрос ему, если жизнь на Марсе, то он с удовольствием ответит даже на этот вопрос. Ну, что, мы готовы? Да, конечно. Ну, первая песня – это про наш любимый город. Те случаи, когда бывает возможность выступить перед людьми, сказать, я стараюсь всегда эту песню, сказать, спеть для них. Я хочу вам рассказать про город свой, Он соседствует с великою Москвой. Вырос он на левом берегу реки, Ее битьсяю когда-то нарекли. Город мой, тебя люблю я просто так, Ни за липы и березы, ни за пруд. Здесь же родина моя, здесь мой очаг, Ведь новчанин с юных лет меня зовут. Город мой, тебя люблю я просто так, Ни за липы и березы, ни за пруд. Здесь же родина моя, здесь мой очаг, Ведь новчанин с юных лет меня зовут. Ты спокойствием своим и красотой В души наши поселил навек покой. После долгих дальних странствий возвратясь, О любви к тебе признаюсь, не таясь. Город мой, тебе в любви вновь признаюсь, Горд я тем, что видновчанином зовусь. Буду я тебя, как огонек, беречь, И с волнением ожидать с тобою встреч. Город мой, тебя люблю я просто так, Ни за липы и березы, ни за пруд. Здесь же родина моя, здесь мой очаг, Ведь новчанин с юных лет меня зовут. Спасибо, спасибо. Скажи, пожалуйста, что для тебя прежде всего поэзия, рифма, смысл, еще какие-то составляющие? Вот, понимаешь, Олег, вот что такое поэзия, я на этот вопрос не отвечу. Оно вот идет отсюда. Вот эта возможность выразить что-то, что наболело внутри, так, чтобы это можно было, наверное, сказать, ну, если я так называюсь поэтом, значит, спеть песню, положительно какую-то простую музыку. Допустим, у художника они картины рисуют, правильно? Они выражают свои чувства. А для меня это выражение, наверное, вот каких-то чувств своих, которые, так сказать, душа требует. Ты вообще как взял в руки гитару? Почему гитара, а не, не знаю, флейта, скрипка? Ну, потому что, наверное, самое доступное было в детстве. Это же со школы пошло. Я, собственно говоря, в школе-то, в четвертой школе у нас учился. Комсоргом было, сказать, там всякие мероприятия, и потихонечку, потихонечку... А походы? Ну, походы, естественно. Естественно, КСП, походы, все это было. Через это мы все прошли. Ну, это самое доступное. Под флейту коллективно не сыграешь. Тогда скажи, пожалуйста, как вообще к тебе приходит твоя, скажем так, да, поэзия? У тебя сначала... Ты вообще ищешь рифму, или ты понимаешь образ, о чем ты хочешь рассказать в своем стихотворении, а потом уже подыскиваешь, да, стихотворную форму? Олег, по-разному бывает. Был случай, когда... Ну, я жил на Советской 32, сейчас я переехал на другую улицу. И ко мне соседка пристала, Светка с пятого этажа, я на втором жил, она говорит, вот, мы живем в нашем доме друг к другу, мы уже лет 30 знаем, вот ты пишешь всем стихи, то-то сюда, а мне, сказать, это самое, не написал ни разу. Ну, то есть, ну, так, в шутку пристала. Прееревновала, да, что там говорить? Ну, она не как мужчине, а вот просто стихи. Ну, понятно, да. Ну, и что получилось? Вот данное стихотворение было написано, ну, за пять минут. Оно как поперло, извини за гробое слово, и не остановишь, понимаешь? А бывали случаи, когда я, допустим, на заказ, ну, меня просили там написать стихотворение какое-то на заказ, оно к моим личным переживаниям никакого отношения не имеет, но, тем не менее, сказать, да, бывает, долго подбираешь вот именно нужную, так сказать, эту самую фразу или рифму. Мне очень здорово в свое время помог Шорох Веремин Константинович, к сожалению, уже нет, это мой учитель по институту, лично учил в школе, так сказать, в четвертой. Да, он мне некоторые вещи подсказал, слово доброта и добро. Разные смыслы. Да, в одной песне он мне это самое подкорректировал. Ну, так что, вот как-то так. Музыкальные предпочтения, вкусы, они на каких произведениях тебя воспитывали? Ты воспитывался на каких произведениях? Ты понимаешь, нету какой-то определенной категории, на которых я воспитывался. Понимаешь, вот мой подход. Вот нравится или не нравится. Ведь вот почему я сторонник все-таки отечественного исполнения, чтобы понять смысл, о чем люди поют. Ну, вот многие иностранные исполнители, зарубежные, там не понимаю, о чем поют, но музыка такая, что она цепляет. Ее хочется слушать, слушать и слушать. Вот и мне хочется сейчас слушать, слушать и слушать. Что мы подготовили сегодня для наших телезрителей? Ну, наверное, я сейчас пою песню, это про женское одиночество. Мне как-то раз спросили, откуда ты это самое? Знаешь эту тему? Да. Я говорю, не знаю. Как в свое время Проруссовского говорили, я никому себя с ним не сравниваю. Но тем не менее, человек не был там, но ситуацию понял. Ну, вот про женское одиночество. Ну, знаменитая песня о войне. Да, да, да. Ну, якость и били там, и все остальное. Да, что он все это описывал так, как будто он сам прошел через это. Ну, я сейчас, наверное, поменяю план. Я сейчас спою вам песню, которую я написал, наверное, когда мне было лет 20. Вот лет 20. Я ее до сих пор помню. Ну, это было буквально практически год назад. Да, конечно. Если 40 откинуть, то где-то да. Вот. Просто первый раз я эту песню спел, мы работали в какой-то деревне, в устье Москва-реки. И там одна бабушка сказала, местная, они же вот, чем хороши бабушки, которые живут в деревнях, они не врут. Им незачем это. Ну, да. Она говорит так, как есть. И вот я не хвалюсь, но я сейчас постараюсь эту песню вспомнить и спеть. Не обижайте стариков, не обижайте, Не обижайте, когда вам туго от житейских передряг, И зло своих проблем на них вы не срывайте, Когда советом вам помочь они хотят. Не забывайте стариков, не забывайте, Почаще в гости заходите навестить. И если сможете, от них вы не скрывайте, Тепло своих сердец, ведь им так трудно жить. Да старики, они порой отец и мать нет ближе и роднее, Людей на свете эта истина жива, И чем мы старше, тем они старее, И вот разлуки близится пора. Да старики, они порой как дети, Беспомощные, чуточку смешны, И с каждым днем, прошедшим по планете, Мы им нужней, вы слышите, нужны. Не забывайте стариков, не забывайте, Почаще в гости заходите навестить. И если сможете, от них вы не скрывайте, Тепло своих сердец, ведь им так трудно жить. Как-то так. Да, да, да. Ну, эта тема-то, она отцы и дети, Мы же обижаем самых близких людей, Потому что, наверное, на подсознание понимаем, Что они от нас никуда не денутся. Вот нельзя жену обидеть, мужа обидеть. А детей можно наорать лишний раз, С родителями поспорить, Бывает и серьезно поспорить. Понимаешь? Вот такая как-то тема была. Ну, эта тема, да, действительно, Она эпохальная, скажем так, И на протяжении многих времен, да, Она стоит перед человеком. Вот еще, что хотел у тебя спросить. Если уж ты сам сказал про свой возраст, Каким у тебя остался в воспоминаниях Наш город видный? Разным. Вот расскажи, просто, Понятно, город у нас разрастается, Становится больше жителей, А каким ты его помнишь вот тогда, Какие у тебя воспоминания, Те же, там, не знаю, Когда тебе было 20, Ты брал гитару в руки? Я тебе скажу так, Олег, Свободным и уютным. Вот, собственно говоря, Я, наверное, двумя словами скажу. Вот какая была изюминка в городе? Вот скажи мне. Вот, может быть, то, чего не было В других городах ты этого не встречал. Людей, я не знаю, Архитектуры, Какой-то Своей атмосферы. Скорее всего, я на этот вопрос не отвечу. Ну, словами не отвечу. Понимаешь, Ну вот, Уезжаешь только в отпуск, Тоска. Понимаешь? Вот Тоска, сказать, Вестерал тянет домой, понимаешь? Это родина. Ну, малая родина наша. По этому тянет. Ну, вот, Как-то сказать. Вот, Недавно был по Москве гулял. Не греет. Не греет. Понимаешь, Вот эти мощеные мостовые, Чисто, свободно, Даже, вот, Ну, неудобно было, Окурка нигде не валяется. Вот, реально, Окурка не валяется, Ну, не то. Понимаешь? Вот. Ну, у каждого свое, Субъективное, Поэтому, Это я свое высказал. Ты знаешь, Я последнее время Столько, Столько Знакомых, Да, Встречаю, Которые учились В четвертой школе. И это прям какой-то, Я не знаю, Учебный кластер, Который воспитал Очень-очень много И для меня, Да, Очень добрых, Дорогих, Как бы, Да, Знакомых, Друзей, Чем эта школа Так вот она Пропитала Всех своих учеников? Ну, я согласен, Вышло много Известных людей оттуда. Ну, во-первых, Во-первых, Это, конечно, Учителя. Это сказочные были Учителя, Скать, Вот я сегодня Только разговаривал О Василии Петровичем Черниковым, Учителе, Который Труды у нас вел, Скать, Сказочный, Вот просто Умница человек. И все учителя, Юрий Георгиевич Козлов, Куча там, Ну, Просто, Вот самые добрые слова, Какие есть, Я все о них только скажу. Банахды, Спермывается, Михаил Васильевич живой, Дай бог ему здоровья, Андрей пересекался с ними недавно. Вот именно учителя. Ломаевая, Галина Алексеевна, Она же тоже меня учила, Скать, Это просто, Вот именно учителя. Понимаешь? Ну, И сейчас продолжают, Наверное, Те традиции, Которые были заложены, И тот директор, Который сейчас трудится, Да, Галина Васильевна, И совсем недавно был юбилей У четвертой школы, И ко мне даже подходили Ученики, Которые посадили В день открытия Посадили березы, Которые за четвертой школой, И они это вспоминают, Время говорит, Неужели столько уже пролетело лет, Что мы уже сейчас вспоминаем, А как давно это было? Да. Мне повезло, Это просто шикарная школа, Я немножко о себе еще расскажу. Мне особенно повезло то, Что я после школы поступил в институт, И, Ну, Как правило, Вот на первый курс в группах Разновозрастные, Кто-то после армии, Девчонки там не первый раз, Не с первого раза поступили, А мне так попало, Что я вот из школьной скамьи, Попал туда, И у меня в группе были все одногодки, Это просто сказка была. Вот два самые лучшие вспоминания, Это школа, конечно, институт, Но первая школа, Только теплые слова, Больше ничего. Споем? Про школу? А, кстати, В школе висит гимн, Который я написал. Ну, я, наверное, Не буду, Он там висит, Сказать, А сейчас, Да, Гимн висит в четвертой школе, Но, У меня тогда Галина Васильевна, Галина Васильевна? Да. Она попросила, Говорит, Когда я еще там работал, В школе четвертой, Она попросила, Говорит, Напиши для школы гимн, На известную мелодию. Ну, в принципе, Я, наверное, Спою, Потому что Ну, может быть, Отрывочек, А потом Споем то, Что мы задумали. Ну, отрывочек, Когда не получится, Тогда поем все. Ты сегодня... Я попробую вспомнить слова, Потому что Гитару беру раз в год. А для выпускников Четвертой школы, В тот год, Когда она попросила, Написали, Я как-то приходил в школу, На юбиле я не был, Но на четвертом этаже, Где был класс математики, Где наш класс В десятом классе, Десятая А, Там в рамочке Висит фамилия, Гимн школы Четвертой. Попробую вспомнить. Все позади Самый грустный Последний звонок Детство окончилось В самом начале июня Первый урок Позади Как последний урок Что впереди Предсказать Это вряд ли Вер... Рискну я Школьный учитель Спасибо и низкий поклон За ваш нелегкий, Но нужный И искренний труд За вашу душу добро И чтоб легче был он И чтоб никто Не забыл Этих грустных минут Школа Не прощай Ты навеки с нами Мы к тебе придем Мы к тебе придем В сентябре С цветами Пусть всегда горит Свет в четвертой школе Как родной маяк После странствий в море Ну как-то так Что-то вспомнил Ну еще бы не вспомнить Скажи пожалуйста Твоя жизненная позиция Да Я думал Будем мы затрагивать Эту тему или нет У нас все-таки музыкальная передача Но я решил Что обязательно ее надо Озвучить Потому что твоя жизненная позиция Она Настолько По-настоящему Патриотично Именно такое определение Я бы наверное сейчас выбрал Что ты действительно Болеешь Переживаешь За то как Живет наш город Когда это И как это пришло Ну пришло это Наверное Вот так активно Лет наверное 10-12 Назад Когда были дополнительные выборы Совет Ленинского района Где я с Венцелем На одном участке Был дополнительный выбор И сказать Тогда мне было получено Попросили сняться С самого движенца Ну и я тогда понял Что без партии Там делать нечего Самого движенца легко Ну надо признать Самого движенца легко Можно убрать Ну и тогда я решил Скать Примкнуть к какой-то партии Ну Попались ребята Которые приезжали здесь Агитацией заниматься Ну я не скрываю ЛДПР Дали мне Почитать Работы Жириновского Я прочитал И Сделал для себя Вывод Что Я на 80% Мои жизненные взгляды Совпадают с тем Что он пишет Да Я не совсем согласен с ним Поэтому Ну после этого Вопрос был решен От какой партии И что делать А почему Скать Вот я именно борюсь Потому что я всегда За альтернативу Один Вот Жизненный принцип такой Вот нельзя двоим Одновременно управлять Автомобилем Будет авария А Правила По которым Водитель ездит Должны У тебя свое мнение У другого человека Своё третье Мы сели И начали Аргументированно Убеждать Почему вот именно Такой пункт Я всегда за альтернативу Потому что Одно мнение Оно может ошибочной быть А к сожалению Последствия Вот почему Советский Союз Развалился Хорошо Всем жилось Потому что Было одно мнение Правильное А в итоге что Может быть потому Что мы вспоминаем Еще советские времена С такой теплотой Потому что Мы были моложе Ну Деревья были большие Ну деревья Это моложе Ну Олег Жалко Понимаешь Ну жалко У нас есть все Вот у нас Мы величайшая страна Вот смотрите Как нас клюют Со всего мира Клюют страну Мы величайшая страна Ну почему-то Вот я об этом не скрывал Но почему-то Люди думать не хотят Вот просто Надо приходить на выборы Не искать идеальных политиков Их нет Вот надо выбирать Чтобы альтернатива была Я рад то что произошло У нас в городе Наконец-то Будет альтернатива Ну Чего греха таить Когда у нас здесь человек У нас вожак Мы не задумывались Вожак сказал Мы сделали А есть другой путь Мы же не делаем Мы же не хотим Вот Мы не хотим зла Друг другу Мы не хотим Чтобы было плохо Мы хотим Чтобы решение Принималось Обдуманно Обдуманно С учетом Разных точек зрения Истинно Она же где-то вот она Рядом крутится Ты так оптимистичен Что хочется Слушать и слушать И верить Что Сказка не закончилась Для меня Там не знаю В пятилетнем Или в каком-то там Десятилетнем возрасте Ну будем надеяться Будем надеяться Все будет нормально Да все будет хорошо Споем еще что-нибудь? Ну конечно Я с удовольствием Ну Простят меня Про женское Темночество Грустная песня Может кто сейчас Услышит ее Может слезу пустить Может нет Но к сожалению Это жизнь Я здесь ничего не выдумывал Я наблюдал И родилась такая песня Одна на кухне Остывает чашка кофе И терпкий запах дыма Сигарет Я вижу женщину Одну В окне напротив Одну Одну На протяжении Стольких лет Уж столько лет прошло А ты все Как и прежде Однако Хотя поклонников Полно Один женат Другой Сейчас далече А тот последний Нерешителен И зол Когда летят Тоскою Грудь сжимая И не горит Уже в туннеле Яркий свет Жизнь учит жизни И ты в себе Копаясь Решение не сможешь Принять никогда Одна на кухне Остывает чашка кофе И терпкий запах дыма Сигарет Я вижу женщину Одну В окне напротив Одну Одну На протяжении Стольких лет Одна На кухне Остывает Чашка кофе И терпкий запах Дыма Сигарет Я вижу женщину Одну В окне Напротив Одну Одну На протяжении стольких лет Как дальше жить, с сомнениями терзаясь С кем разделить и ложи, и года Жизнь учит жизни, и ты в себе копаясь Принять решение не сможешь никогда Одна на кухне остывает чашка кофе И терпкий запах дыма сигарет Я вижу женщину одну в огне напротив Одну-одну на протяжении стольких лет Ты прямо этой песней сразу подхватил тему, о которой я хотел поговорить с тобой после политических наших дебатов. Скажи, ты писал, Хотя, может быть, вопрос, как говорится, не по адресу Любимым женщинам? Какой же? Я прочитаю. Самое лучшее, что я написал Ну, честрастише Твой дивный взор Меня поверг в волнение Сумел фотограф в нужный миг поймать Округлость плеч, улыбка Губ томление Какую ж красоту сумел Господь создать Я хочу, чтобы всем женщинам, которые смотрят нас сегодня И будут, возможно, смотреть, чтобы ваш любимый мужчина Вам вот что-то подобное, а может быть, даже лучше дарили Ай, ну, я не знаю Теряю слова Ты пишешь стихи вне музыки, да? Ну, то есть, я имею в виду, не все стихи свои ты кладешь на музыку Ну, музыка-то простая Стараюсь Просто, ну, стихи тяжело слушаются Скорее всего, понимаешь? А можно сейчас все что-нибудь прочитать? Вот еще несколько четверостишей Ну, конечно, ну, не четверостише А, ну вот Ну, вот, несколько Ну, наверное, не четверостише Я сейчас попробую так вот вспомнить Вот ты меня задачил У меня же все на музыку все положено, понимаешь? Все на балалай Я могу прочитать стихотворение, ну, подлиннее, наверное Ну, не вопрос Да, хорошо Договорились Завершается день уходящий В домах у вас царствует смех Не теряйте надежды и доброты Новый день принесет нам успех Ну вот Потрясающе Потрясающе Скажи Никогда не хотел связать свою жизнь С творчеством Олег, я жалею об одном Но, к сожалению, не от меня зависящем Потому что в свое время Где-то мне лет 18 было Я стал заниматься у Валерира Ивановича Гончаренко Вот И, ну, вокалом Да-да-да Вот А потом На третьем курсе Ну, после зимней сессии На третьем курсе Мы поехали отдыхать Ну, всей группой В это самое На турбазу И там отдыхали девчонки из Гнесинки И когда они меня услышали Мне сказали Бросай все Иди к нам Ну, понимаешь Родителей не выбирает К сожалению Вот здесь вот И мне надо было, конечно Загонять в музыкальную школу И потому что Природные данные были Очень хорошие по голосу И самое главное Что вот много людей Насколько я понимаю У которых есть природные данные И голос мощный Но Неприятное ухо Вроде мне говорят Что приятный Тембр на ухо Понимаешь Вот Все Мощный голос Все А неприятный Ну Я здесь спокойно К этому отношусь Я никогда всем Нравиться не буду Это как нормально Любой певец Любой Ну, у меня своя есть Мой слушатель есть Который, в принципе С удовольствием Когда маленькие Иногда концерты бывают Сегодня было мероприятие Как ты выбрал Эту песню Которую ты сегодня Спел В зал Для зала В котором Ну, мне кажется 90% Было Женщин Ты это осознанно Сделал? Естественно Я так и знал Ну, к сожалению Ну, такова жизнь Ну, к сожалению Ну, вот Большинство Ну Не очень Хорошо У людей В душе Я так думаю Так Я, может, ошибаюсь Не знаю Ну, мне так кажется А эта песня близка Ну, почему Во-первых Я не свою песню спел Ну Ну, понимаешь Всегда приятнее Когда вот Кто-то исполняет А ты знаешь слова И можешь поддержать Пусть про себя Пусть шепотом Понимаешь Ну, если бы я Как в прошлый раз Я так Два или три года назад Я выступал по гитару Ну, да Людям понравилось Но они не знают А люди хотят тоже Участвовать в этом процессе Ты знаешь В этом плане Вообще, мне кажется У нас с тобой Абсолютно одинаковое направление В этих вопросах Я, вот, например Когда мы собираемся В какой-нибудь компании Я всегда стараюсь Петь песни Которые известны И на слуху Я, во-первых Их сам знаю И, во-вторых Все те, которые сидят Со мной в одной компании Они могут подпеть Да Это любые песни И Высоцкого И Розенбаума И Машина времени И Воскресенье И можно и перечислять И перечислять Вот, мне кажется А есть исполнители, да Ну, которые Либо музыку Неизвестных, скажем так Авторов Поют Либо свою Вот мне почему-то кажется Что в какой-то Вот в компаниях, да Вот первый вариант Он предпочтительнее Я не ошибаюсь? Нет, конечно Нет Ведь Если кто не поет Они Как говорится Хорошо Чтобы после сегодняшнего эфира Они побежали Завтра Купили гитары И начали заниматься Ведь Есть Разные способы Получения удовольствия А какое удовольствие получаешь Когда ты поешь И тебе подпевает И вот это И тебя еще и слушают И слушают И подпевать начинает И когда вот Ну, я не музыкального образа Не имею Но когда резонанс попадает С тобой Это вообще Удовольствие Просто неописуемое Согласен Вот мне кажется Очень большое Ну, я даже могу это Назвать счастьем Это абсолютно точно Когда вот ты Берешь в руки инструмент Сидит какая-то компания Общая, да Может быть, они уже Сто раз слышали В моем исполнении Ту или иную песню Но когда ты берешь в руки гитару И говорят тебе А давай вот эту споем Давай И люди все вместе Объединяются Да Вокруг гитары Вокруг музыки Вокруг исполнителя И создается еще более Дружественная атмосфера А их вот этот Резонанс объединяет Их резонанс объединяет Вот Ну Пока природа дала Слышать возможность Как люди поют И надо Вот пою сказать Слышу А человек Вон не попадает Но в общей массе Он все равно нормально В общей массе звучит И он удовольствие Сам от этого получает Вот это Как говорится На одну волну настраивается Ну, собственно говоря Как-то Да Ну, у нас есть Общие знакомые Естественно Да И когда У меня тоже были Достаточно такие Ревностные отношения Да Когда у человека И в сто Миллионов раз Лучше меня Играет на гитаре И уж тем более Поет И тут я со своими Тремя аккордами Да И в общем-то Не самым Может быть Сильным голосом Пою И рядом Человек поет Да Ну, вместе Когда в одних компаниях Конечно, создавалось Какие-то ревностные Мне кажется Отношения В том плане Творческие Да Что Почему я не умею Так играть Почему я Не умею Так петь Бывали у тебя такие случаи? Ну, раньше были Сейчас уже нет Это видно возрастное Я никоим образом Не говорю Что я там Старый Я себя чувствую Вот Я не знаю На 25-30 лет Правильно говорят В возраст До своей души Ты понимаешь? Нет Сейчас уже такого нет Не зависть А хочу То есть Копируюсь И начинает Хотя бы да Вот К сожалению Сегодня не дали спеть Ну, вернее По регламенту Не получилось Я готовил еще Песню невеста Вайенги поет Понравился Затронула Вот Ну, ничего Не первое Не последнее Может быть Еще получится Я больше чем уверен Что именно Все так и будет Споем еще? Да, конечно С удовольствием Послушаем Значит Это мое личное мнение Я постараюсь Ну Я заранее прошу прощения Если я ошибусь Там где-то забуду Что-то Я Ко всем обращаюсь Кто сегодня смотрит Передачи Моя жизненная позиция Ни гадалкам Никакие гороскопы Не смотрите Почему? Потому что Прочитав Или послушав гадалку Вы начинаете Исполнять ее волю Вот У меня Предыстория этой песни Такова Что я работал Одно время В Доме пионеров На развилке И С одной сотрудницей Мы ехали в автобусе Она говорит Геннадий Ты когда рожден? Тогда Ох Ты сейчас по знаку Задьяк Кто? О, этот О, у тебя два неудачных брака Я выполнил План Тогда Понимаешь? Ну, не важно А песня А песня после этого Вот именно Это вспоминание А песня после этого Жизнь Без нашего согласия Нас друг с другом Не свела Жаль мне прожитые годы Не вернуть их у природы Жаль, что нам с тобой в тягость Крыша общая была Эх, судьба моя лихая Бестолковая такая Кошка ж за душу вцепилась И спихнула с колеи Жаль мне прожитые годы Не вернуть их у природы Жаль, что мы с тобой друг друга В этой понять жизни не смогли Все пройдет, затихнет рано Не смогу забыть обмана Не смогу забыть последний Наш с тобою разговор Все о чем мечтал разбито И не склеить мне корыто То давнишнее гадание Не судьба и приговор Вот Как давно эта песня написана? Ну, наверное, лет 15-20 назад, наверное А вообще много у тебя писем? Да нет, в принципе, наверное Ну, вот то, что удалось Вспомнить и записать Ну, там сколько? 25, наверное, текстов К сожалению Ну, мы же думаем, что запомним все А вот утеряно Много утеряно А сборник стихов? Ну Есть планы, может быть, издать что-то еще? Олег, пока я ленивый Это надо работать Ну, пока, понимаешь? Может быть, там через год-два У меня такая Появится мысль, так сказать И силы на это появятся Пока мне почему-то это не хочется делать Не знаю почему Но ты пишешь? Да, конечно А я же сейчас все это сохранил На стихи.ру Там все, что я вспомнил Я забил туда Все они В принципе там Вот Ты читаешь Других Других Поэтов Слушаешь ли ты Других исполнителей Читать, честно признаюсь Практически нет Потому что Ну Время такое, что не хватает Времени на это В основном Стараюсь Ну, к сожалению Сейчас вот Вся тема у меня Это политика Вот политика Мне интересно Это диспуты Потом Ток-шоу Соловьева Много чего подобного Вот Почему-то мне это Интереснее стало Я вот почувствовал Что это Живой театр Вот именно живой И Ну, мне это интересно Скажем так Ну, после нашей передачи Музыкальной Мы уже можем с тобой Тоже переходить Уже к политическим Диспутам Да И свою передачу Сделать На нашем телеканале Где Ты будешь главным экспертом И будешь рассказывать О всех политических Баталиях Которые Происходят Нет, это, кстати Хорошая идея Вот, в принципе У нас же есть Даже здесь В городе В районе Люди Которые на разных Политических взглядах А почему бы Это интересно И тема должна быть Ну, что мы будем Обсуждать Украину Допустим Международную политику Мы будем обсуждать Разные точки зрения По проблемам Которые здесь существуют Конечно А как их можно Было бы решить Местного характера Да Я думаю Это полезная вещь была Она, кстати Прислушается к этому Ну, раз уж Мы немножко затронули Эту тему Давай ее Разовьем В том плане Что Бывали случаи Когда ты Расходился с теми людьми С кем ты был Достаточно долго Близко По политическим мотивам Вот Ну Вот Не складывалось Как говорится Да То есть Ты У тебя была Какая-то своя Может быть Идеология началась Да В жизни А у человека Может быть Своя И вот так получилось Что вы На этой почве Разошлись Не, ну Олег Я не знаю Корректно это называть Или нет В прямом эфире Но я разошелся С основными борцами За Тиминский овраг Мы же вместе Сумасшедших Было 7 человек Всего Я практически Всех могу Перечислить У нас времени Столько не хватит Вот Поэтому Я с ними Разошелся 7 человек Которые начинали Никто не верил Но получилось Тиминский овраг Отстояли От застройки Нормальный Там парк Будут деньги Я думаю Администрация Что-то там еще добавит Но не будет Значит не будет Но во всяком случае Это лучше Чем вот эта застройка А может быть Мы там Организуем Какой-то концерт Пригласим Бардов Пригласим Исполнителей Хорошая идея И сделать там В тени Лесов Я тебе вот что скажу Я же там митинги проводил И концерты проводил Понимаешь Там естественный амфитеатр Там шикарное место И там своя Микро Атмосфера Что ли Как сказать правильно Вот Поднимись наверх В жарище А там прохлада Приятная От нее не простынешь Вот Шикарное место Там же сейчас сцены есть Да Вот Понимаешь Делать надо И молодежь привлекать Вообще Вот у меня мысль какая В свое время Лешка Брахман Проводил Авторские вечера Я не приемлю Когда выходит Парень Может я не прав Но выходит Там 12-13 лет Парень Он играть не умеет На гитаре Как и я наверное Может еще Я еще хуже Голоса нету Но он начинает Высоцкого Петь и все остальное Я говорю Леша Ты понимаешь Пускай он плохо играет Пускай он Вот именно свое Что-то поет Это новые мысли Это его переживания Он никогда Как Высоцкий не споет Я не спою Как Высоцкий Понимаешь Именно вот Искать Я тоже пробую Петь Высоцкого И тоже естественно Я не спою Так как Владимир Семенович Мы Высоцкого мысли Уже Слышали Правильно А может быть Ребенок Что-то свое На какую-то тему Может быть рано Еще не пришло время Почему 12 лет Да не важно 12, 15, 13 Понимаешь Молодежь надо Вытаскивать от компьютеров Это абсолютно точно Я-то в производстве Работаю У меня сфера Работа Я столяр-краснодеревщик И все равно Я столкнулся с тем Что 16-17 летние пацаны Они не знают Что такое гайка и болт Они накрутить не могут Гость забить не могут Вот беда Сейчас же в стране Требуются люди Которые руками Что-то могут делать Ну по-моему Перебор юристов И этих самых Экономистов Да, экономистов Надо уже пара гайки крутить Ну будем надеяться Что не только гайки крутить Но и колки крутить Чтобы подстроить Чтобы подстроить гитару И вновь услышать Твою песню Так У нас сколько по времени? Ну еще 5 минут у нас есть Хорошо Тогда Ну там просветку Раз говорил Ну же не спел Она ведь сидит и ждет Эта песня посвящается Светке-соседке Советской 32 Квартиры говорить не буду Чтобы сказать Да, согласен За счет личных персональных даток Договорились Мы порою счастье ищем Не в своем краю В далеком Будто все там по-другому Будто все там лучше всех А своих девчонок местах Мы обходим стороной Видно, с ними невозможно Счастье в жизни и успех Светка-светочка, светуля Ты такая красотуля Где ж я был, когда подростком Мимо окон проходил Светка-светочка, светуля Жизнь как поезд промелькнула Не на тех я остановках Ожидал и жизнь сгубил Запоздалое прозрение К нам приходит слишком поздно Мы не слушались советов От родителей своих Вечный бег за птицей счастья Нам приносит лишь несчастье А ведь все могло иначе Получиться для двоих Светка-светочка, светуля Ты как прежде красотуля Омут глаз твоих бездомных На меня наводит страх Ах, соседка, ах, соседка Для меня ты просто Светка Я живу к земле поближе А ты ж почти на небесах Ах, соседка, ах, соседка Для меня ты просто Светка Я живу к земле поближе А ты ж почти на небесах Вот эта песня была написана за 5 минут Мне кажется, ей так сейчас приятно это слышать Она, кстати, знает об этом? Я когда в компьютере набрал Распечатал первую. Говорю, Свет, ну вот, мне надо что-то подкорректировать, запятить, расставить. Вырвала, расписывайся, ничего не надо. Корректировать, расписался и все. А саму песню услышал? Да, слышал, по-моему. Мне кажется, сейчас ей приятно. Мне кажется, сейчас Светки всего 32-го дома просто сидят и думают, это наверняка обо мне он спел. У нас остается не так много времени. Мы разные, разные, абсолютно. Темы с тобой сегодня затронули. А что бы ты хотел, чтобы закончить наш эфир, сказать нашим телезрителям, как бы, может быть, обратиться к ним с каким-либо пожеланием? Сложно сейчас все так сложно. Может быть, есть какие-то слова, которые хотелось бы сказать все будет хорошо? Банальные слова, здоровье, счастье, все это самое. Я хочу вот что сказать, уважаемые телезрители. Если мы сидеть в дом будем, я касаюсь выборов. Я не призываю ни за какую партию. Если мы сидеть в дом будем, очень долго будет и медленно меняться. Обязательно. Если вы хотите перемен, обязательно приходите на выборы. Обязательно. Именно выборы позволяют разным мнением сталкиваться при обсуждении проблемы. И именно в итоге один ученый сказал такую вещь интересную. Там, говорит, где в парламентах чуть ли не дрались депутаты, там страшнейшее расцветание страны шло. И прогресс. Там, где монополия, к сожалению, загибание. Вот. Ну, а мы заканчиваем. Да. Еще у меня есть песню успеть-то. Да, песню одну споем, да. У нас еще Цой пел перемен, требуют наши сердца. Друзья мои, спасибо, что все это время были вместе с нами. И слушаем Геннадия. Всего доброго. Не прощаемся. Пока. Пока. Вот и все Затихнут песен Голоса Наша встреча Завершилась Песней спеты Вы услышали Мотивы И слова Моих песен Но я надеюсь Аплодисменты Спасибо вам, что вы пришли На эту встречу Спасибо вам, Что выступал я Здесь для вас Хочу я, Чтобы Повторился Этот вечер Где звон гитар И ожидание Ваших глаз Мы друг к другу Стали чуточку Поближе Каждый смог Себе здесь Что-то Почерпнуть И надеюсь, Что отсюда Я увижу В этой связи Удивительную суть Спасибо вам, Что вы пришли На эту встречу Спасибо вам, Что песни пел Я здесь Для вас Хочу я, Чтобы Повторился Этот вечер Где звон гитар И ожидание Ваших глаз Субтитры Продолжение следует...